О чем мы сегодня, самое главное, будем говорить? Почему, в принципе, я здесь нахожусь? С определенного времени я, с устратой инициатив, пригласила в группу экспертную по проектам в сфере образования. И недавно совсем прошли очередные слушания данных проектов. И, к сожалению, мы пришли к выводу о том, что не всегда те, на кого ориентированы данные проекты, и те, кто инициирует эти проекты. Мы сходимся в одной точке зрения о том, что же должно быть в результате. И самое главное, что же мы в итоге, к чему должны прийти и какими средствами. Если касаться уже моей собственной биографии, то есть каким образом я и сфера бизнеса связана с образованием, то можно сказать напрямую, потому что так или иначе моя текущая деятельность связана с образованием, и мы развиваем инфраструктурные проекты в регионах, плюс, конечно же, реализуем большую линию корпоративных образовательных программ на уровне школьников и на уровне студентов. А что касается академического бэкграунда, то здесь как раз прямой идет выход в систему образования, потому что я работала как в школе, так и в ВУЗе, так и в сфере среднего профессионального образования, что, в принципе, позволяет сделать вывод о том, что для меня сфера образования – это не только тема, потому что эксперт, а потому что это, наверное, уже на уровне ген. Что касается сегодняшней нашей встречи. Прежде всего, наверное, хотелось бы прояснить те самые вопросы, которые помогли бы вам или тем, кто сегодня присутствует в эфире, в онлайн или в оффлайн, подать проект на более качественном уровне. Потому что так или иначе задача найти проекты, в которых стоит инвестировать средства, стоит не только у агентства «Страт инициатив», но и у большинства корпораций, потому что, к сожалению, опять же, по ряду вопросов нам, корпорациям, приходится делать самостоятельные инициативы и потом уже убеждать систему образования в том, чтобы их реализовывали. А хочется, конечно же, немножечко обратный вектор деятельности. Зачем бизнесу образование в целом? Это, наверное, такой очень интересный вопрос, потому что можно очень много размышлять о том, что бизнес через образование готовит себе кадры, но мы понимаем, что это всегда такой отсроченный результат, и по этой причине не всегда коллеги, с кем мы ведем диалоги по образованию, понимают, а зачем мы сейчас в конкретный момент вкладываемся в него и что-то пытаемся трансформировать. Между тем, если посмотреть на ряд, наверное, крупных цитат и тех проектов и инициатив, которые происходят, вот здесь, в частности, приведена интересная очень цитата про систему тестирования ПИЗа, можно будет сказать о том, что не только бизнес смотрит на образование, но и, в принципе, большая политика также определяет глобальный тренд по инвестициям в ту или иную отрасль, исходя из тех результатов, которые получают по оценке компетенций детей. Но если по ПИЗе, в принципе, есть очень много таких дискуссионных вопросов относительно того, насколько она качественно диагностирует те или иные компетенции, насколько она коррелирует с ожиданиями работодателей, то есть ряд других моментов, в том числе и, естественно, большая задача по развитию кадров для реального сектора экономики, которая действует в любом регионе. Поэтому бизнес и образование, в принципе, наверное, не нуждаются уже сейчас в пояснении по своей сфере взаимодействия, но между тем есть ряд моментов, которые точно нужно обсуждать. Опять же, неудобно сидя, но тем не менее. Когда мы говорим про проекты, и когда уже выходим на дискуссионную площадку, вне зависимости это в сфере ОСИ, либо любых других инициатив в сфере образования, всегда должны задаваться, и, в принципе, что эксперты, что инициаторы задаются несколькими крупными вопросами. Первое, какую проблему решаем проектом. И вот здесь вот очень хочется сказать о том, что, в принципе, что вы, что мы всегда идем по нескольким линиям. В первую очередь, какую проблему мы решаем на уровне региона, страны или конкретной локации. И второе, уже в контексте задач бизнеса. С одной стороны, кажется, что эти две области, они не всегда коррелируют, но тем не менее, уже мы понимаем, что текущая система нацпроектов по сфере образования не только, она предписывает о том, чтобы бизнес стал законодателем тех инициатив, которые будут реализовываться. Поэтому, когда вы учитываете обе позиции, то всем хорошо. Если говорить про конкретные примеры, то что мы, как правило, слышим, мы как бизнес. Итак, если в честь формулировок. Зачастую, когда мы получаем, я, в частности, получаю проекты на экспертизу, получаем такие формулировки. Мы стремимся развивать детей в сфере такой-то, такой-то, такой-то. Получится личность с широким кругозором, личность, которая будет способна выполнять такие-то, такие-то действия. И мы каждый раз задаемся вопросом, а с чего вы решили, что именно эта проблема стоит в этом регионе. Как правило, большая часть заявок, которые к нам поступают, неважно, это на благотворительный программ, либо на любые другие инициативы, абсолютно не обладают аналитикой, а почему эта проблема актуальна. Последний случай, который мы, наверное, обсуждали очень и очень ярко, был в конце октября, когда мы смотрели проекты, посвященные системе повышения квалификации учителей, и нам говорили, что всех учителей нужно диджитализировать. Задаем вопрос, почему? И тут дальше уже руководители проекта нам, к сожалению, не смогли аргументировать, кроме как тем, что, ну так все же этим занимаются. Вопрос не в том, что все ли этим занимаются, а конкретно, есть ли такая проблема, что у учителей не хватает диджитал скиллз. И сможет ли и готов ли заказчик, вернее, исполнитель, сформулировать, а что такое диджитал скиллз для учителей? Помимо того, что это очень хайповое направление и хайповая сфера. А что делает регион? А анализированы были ли какие-либо практики или текущая ситуация, как развиваются цифровые навыки учителей в конкретном городе? А чем, соответственно, дальше продукт будет отличаться от того, что реализуется и насколько это поможет или встанет в контекст национального проекта образования по цифровизации? И тут сразу же возникает очень большая пустота, тишина, и нам говорят, ну как же, ну вот, а как же про диджитал скиллз? И опять все возврат на круги своя. Между тем, когда мы получаем проекты, в которых уже четко нам расписывается о том, что мы хотим развить компетенцию вот такую-то, которая складывается из навыков таких-то, 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 и будем делать это такими-то средствами, то эта заявка уже, естественно, значительно более проработанная, и мы, как правило, в эту заявку уже глубже заходим. Что касается второй позиции в этом пункте, это вопрос потребности бизнеса. То тоже возникает очень много интересных кейсов, когда нам говорят, ну вам же это надо, вы же хотите инженеров, например, с цифровыми навыками, а мы вам тут и цифровые навыки, и околоцифровые навыки, еще и все это на английском языке. И тут мы всегда тоже задаем вопрос, а с чего вы решили, что нам это надо? Потому что вот с нами конкретно никто не беседовал, но почему-то эфемерно все считают, что они отвечают нашим потребностям. И тут как раз следующий обязательно вопрос, ну как, все же готовят, соответственно, раз вы крупный работодатель в данном регионе, следовательно, и вам наверняка это нужно будет. Тут, наверное, по своему профилю как лингвист могу сказать, никогда не додумывайте за других, потому что если нет четких показателей, статистики и иных источников, которые показывают, что люди с конкретным набором компетенций, которые расшифровываются так, 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 нужны в этом конкретном регионе, следовательно, заявка тогда будет явно необоснованная. И именно поэтому региональный стандарт кадрового обеспечения, который реализует ОСИ в регионах, он первоначально проводит и сфокусирован на тех рабочих сессиях, которые призваны обсудить. Инженер для вас, ну для нас, как для компании Сибур, это набор таких-то и таких-то компетенций. И мы очень четко прописываем, это достаточно большой такой документ, в котором специализированы все точки, касаемые и профессиональных компетенций, и поведенческих. И вот если на это идет ссылка, или тот, кто подает заявку в знамиране, коммуницировал, то, естественно, что заявка, соответственно, смотрится абсолютно по-другому и уже адресно направлена. Второй большой пул вопросов связан с ресурсами. Это, наверное, такая же достаточно большая дискутивная тема, потому что, когда мы говорим, кем будете брать? Но если постановка вопроса про развитие тех же цифровых навыков учителей стоит по всей стране, и до сих пор учителей еще всех не оцифровали, следовательно, есть в чем-то затык. И вот как этот затык решается в конкретном проекте? И тут нам говорят, ну как же, у нас вот такая команда, которая уже 20 лет в этой сфере. Тогда мы начинаем, естественно, задавать второй вопрос. За эти 20 лет в этой сфере ваша команда чего достигла? И тут начинается опять многоточие, потому что мы всегда за то, чтобы локальные люди развивали локальных людей, но если ситуация до подачи проекта не менялась, следовательно, все-таки вопрос в тех людях, кого вы называете ядерной командой. И здесь нужно уметь признавать, что хватает, а что не хватает команде. И опять же, если вы приведете экспертизу в конкретную локацию из другого города, то ничего страшного в этом нет. К сожалению, именно это зачастую является таким определенным барьером к согласованию заявки, потому что когда мы смотрим набор людей, вовлеченных, это, как правило, одна и та же группа, которая, возможно, сделала повышение квалификации по актуальной теме проекта, но между тем сказать, что именно это те самые эксперты, которые смогут сделать чудо в конкретной локации, нет, не можем. Портфолио, которое предоставляют те люди, кто подает заявку, тоже не всегда отражает набор компетенций, достаточный для реализации. И нам очень часто приходится говорить, коллеги, вот поищите вот здесь опыт, здесь практику и здесь экспертиз, потому что это значительно обогатит ваш проект и стесняться этого не нужно. Но чем, наверное, глубже в периферию мы уходим с точки зрения человека, который хочет получить грант или подает заявку на любую другую инициативу, тем вот меньше почему-то привлеченных экспертизы мы видим. Что касается материально-технической базы, это второй перекос, который мы видим в заявках. Это неважно, касаемо это благотворительной заявки, либо это касается тех же проектов по 100 лидерам образования, которые реализуют АСИ. Очень часто люди, в первую очередь, фокусируются на мат-базе и говорят, что вот без 20 компьютеров цифровизация учителей невозможна. И тут же мы задаем, естественно, вопрос. Вот 20 компьютеров вы купите, а какое наполнение этих компьютеров, какое ПО там будет установлено? Ведь компьютеры, это же все равно не панацея диджитализации школы. А что мешает зайти в ЦМИТ или в Кванториум, который есть на вашей же территории? То есть мы начинаем задавать вопросы про смежную инфраструктуру, о которой иногда заявитель не всегда знает и владеет. Между тем, такие же отношения совместные к Кванториум плюс заявитель могли бы значительно повысить уже и статус, и reliability этого проекта. К тому же, когда нам говорят о том, что купите нам сначала мат-базу через ваш проект, а потом мы сделаем чудо с детьми, мы тоже этому, как правило, не верим. Потому что все знают о том, что тендерные процедуры и закупочные процедуры по ряду учреждений увеличивают настолько срок закупки того или иного мат-оборудования, что актуальность зачастую пропадает в развитии компетенции, на которые заявлен данный проект. И в этой позиции мы зачастую просим, да, если вам нужно мат-оборудование, то, пожалуйста, скажите, что из текущих ресурсов образовательных учреждений дополнительного образования, образовательных учреждений основного образования не хватает, и что мешает вам воспользоваться этими ресурсами, что вам необходимо будет купить это, это и это. И, как правило, текущие заявки уже потихонечку сходят на нет в просьбах ремонта компьютеров или иного мат-оборудования в сторону как раз работы с приглашенными экспертами. Ну и, наверное, ключевой вопрос, который всегда стоит большим-большим буквой в решении в нашем, это какой результат прогнозируем. Надо понимать, что для нас, как для бизнеса, инвестиции в образовательный проект, связанный с учителями или с детьми, это инвестиции в то, что произойдет через 6, а то и 10 лет. Тот эффект, который мы получим от ребенка, ставшего будущим нашим специалистом, либо в учителе, который доведет детей до состояния X по ожидаемому уровню ЕГЭ, например, или по развитию софтовых компетенций от ребенка к нам придет. Естественно, когда нам говорят, не могут сформулировать цифровые результаты, а что мы конкретно хотим достичь в этом проекте, то нам как бизнесу очень сложно сделать инвестиционные решения о том, что да, мы даем или нет, мы не даем. Когда в свою очередь мы беседовали с руководителем департамента одного из регионов присутствия и обсуждали совместную программу, был такой же разговор, когда мы спросили, вот не буду называть в какой области, что мы получим, если... И нам команда департамента начинала говорить о том, что это ребенок, у которого будет гармонизированное развитие того другого третьего, и это было очень много и долго, но когда мы спросили конкретно, ЕГЭ повысим, нам сказали, нет, это невозможно. Почему? Потому что так образование не меряется, что образование – это про субъекта. Субъект в числах не измеряется, ну, кроме как количественно, два, три и так далее. И у нас была очень такая долгая дискуссия, в конечном итоге нас поддержал руководитель департамента, который сказал, ну, ведь это ведь, наверное, действительно, правда, бизнес-подход, они тратят во что-то, и мы должны дать им этот инвестиционный рубль обратно. И в этом случае, да, мы стали договариваться о том, что как бы ни была сложна система предиктивного результата по ЕГЭ, по количеству, ну, не будем говорить, одаренных школьников, но детей, вовлеченных в работу с одаренной молодежью, по количеству проектов, которые выигрывают на знаковых конкурсах, это можно для себя поставить как KPI, и к этим KPI нужно стремиться вне зависимости системы образования, это либо иная, другая сфера. Но тот показатель, та метрика, по которой можно оценить, что инвестиция была не просто так, ее все равно нужно до нее доходить. Очень часто, опять же, в заявочных листах и формулах мы получаем, охват мероприятия будет 100 человек, 200 учителей, столько-то школьников, столько-то родителей. Но ведь еще параллельно хотелось бы все-таки исходить из того, что вот смотрим пункт 1, что вы хотите показать для бизнеса своим проектом, и как именно эту позицию вы собираетесь оцифровывать. И вот здесь сразу становится результат. Раз мы как бизнес ожидаем эффект где-то через 4-6 лет, то вопрос, кто будет сопровождать историю от момента реализации проекта до непосредственного результата. И вот я вижу, в зале есть как раз одна из коллег, с кем давно сотрудничаем. И это, наверное, та точка, по которой мы регулярно начинаем спорить. А кто будет в течение года или двух адресно поддерживать учителей? Потому что, как правило, когда мы раньше заходили на хороший, качественный проект, но одноразовый, у нас получился, к сожалению, такой формат восприятия этих мероприятий, как гастрольный тур хороших спикеров. Приходят учителя, приходят дети, для них это праздник, для них это вау-эффект, эмоция, а все уходят, а химия остается. Химия на уровне минус 30 баллов по отношению к целевому показателю. И тогда вот мы поняли о том, что там, может быть, это срабатывает российский менталитет или уровень развития ленинг-калча в России, но тем не менее, вот этот вот эффект поддерживающего контактного лица, он всегда должен быть. То есть точка, куда можно прийти, опять же, воспользоваться, она тоже должна быть, потому что учителя, как бы то ни было, они очень загружены в свои текущие деятельности, и вроде бы мы все рассказали, вроде бы все было понятно, но там через недели, две, три, когда, наконец, голова остыла от чего-то, захотелось еще раз проконсультироваться, а ничего нет. И как бы ни существовали городские методы объединения, различные методы копилки и любые другие инсинуации, которые возможны в системе образования, все равно всегда необходимы центры вот этой методологической поддержки, методической поддержки в том числе, и реальная связь с экспертами, у которых как раз получилось интерес вырастить и поднять на другой уровень, чтобы у учителя было ощущение, что его не бросили, что в случае сомнений есть куда обратиться. Понятное дело, что по некоторым проектам, которые особенно заинтересовывают детей в части новых форматов работы на том или ином оборудовании, хочется, чтобы и островок этого нового оборудования оставался в этом же городе. В этом случае, опять же, ничего не мешает проговорить дополнительно с бизнесом или с региональными органами власти о возможностях, например, через год, через два, запланировать покупку того или иного комплекта учебного оборудования, которое действительно сработало на период реализации проекта и сделать дальше уже сетевой график его пользования. Тоже мы в городе Тобольске, в Тюменской области такую систему попробовали. Первоначально было очень большое сопротивление, потому что, естественно, что чувство собственника у школы, которая владеет оборудованием, оно всегда очень сильно. Есть вот эти моменты, что придет чужак, разрушит, а я вот как заведующая лабораторией или лаборантская буду потом отвечать. Но постепенно, потихоньку сетевое использование учебного оборудования доказывает свою эффективность, тем более, что в следующий плановый период, когда можно будет подумать о том, а что же я хочу купить, уже можно эту установку заказать на уровень плюс один по продвинутости и таким образом не повторять и не клонировать одни и те же лаборатории по физике, по химии и так далее во всех школах. Мы тоже от этого Тобольск, слава богу, отучили, потому что первая реакция, когда мы привезли инженерный класс Феста, была, ой, а давайте мы купим еще три таких класса в три другие школы. Ну вот вопрос, зачем? Если данная лаборатория многофункциональна, и по идее на ней по сетевому графику вполне сейчас работает даже колледж, который фактически работает и со своими студентами, и с детьми на проектной работе. То есть здесь очень много форматов, вот той самой Шерри и Никонами, когда мы можем один и тот же продукт уже использовать, и за счет этого повышать эффективность вашего проекта, если вы его подаете, потому что здесь уже не такие высокие обязательства с точки зрения я опылю всех своим оборудованием, но я приеду, научу, оставлю вам вот этот образец, и вы уже сможете дальше внутри наладить его использование. Еще один момент, это все-таки вот онлайн-системы. Здесь призываю быть очень аккуратными, потому что, как правило, у нас есть две крайности в тех заявках, которые приходят на компанию. Первая крайность, обучим всех онлайн, но мы понимаем, что в России обучить всех онлайн это практически сразу топическая идея, потому что, опять же, дисциплина, самодисциплина людей, которые вовлекаются в систему онлайн-обучения, она пока еще не настолько сильно развита, чтобы сделать это самоконтролирующей, самоорганизующей системой. Заставлять, вопрос, кто будет заставлять и вводить в эту онлайн-систему. Поэтому хотелось бы всегда совмещать, то есть вы показываете, ну, например, в заявке говорится об интересной, эффективной методике обучения X предмету или X компетенция, после чего возникает очная сессия, дистанционная поддержка, опять очная сессия, там контролирующие мероприятия. То есть в формате смешанного можно. Здорово, если лицензия потом уже дается городу или школе на право пользования той или иной онлайн-платформы, как дополняющей текущей системой уроков. Поверьте, тогда это действительно вот тот самый эффект, который остается после вас, уже и заходит в общую практику. Проектные компетенции и проектная деятельность тоже очень важно учитывать в заявке, потому что, когда за период реализации проекта, помимо теории, удается участников вывести на реальный проект и довести в вашем уже, в вашей инициативе, чтобы этот проект был реализован, принят региональными органами власти и дальше уже взят на контроль по реализации, это тоже тот самый отсроченный дальше уже эффект и долгосрочная ценность, которая будет отличать эту заявку от другой. И каждый раз мы задаем один и тот же вопрос, как измеряем эффективность. Вот Варвара как раз не даст соврать, наверное, мой вопрос был по всем заявкам, которые мы получили на 100 лидеров изменения образования и так далее, потому что для меня было непонятно, каким образом мы поймем, что эффект сработал или не сработал. Здесь можно очень долго, опять же, дискутировать, насколько можно измерять образовательную инвестицию в конкретных цифрах, но, поверьте, можно, потому что, если бизнес заказывает конкретно целевой профиль компетенции, он понимает, как он его меряет, и поэтому здесь вопрос переговоров относительно того, насколько мы можем вашу метрику эффективности уже синхронизировать с нашей метрикой эффективности на последнем или нашу метрику оценки компетенции. На последнем заседании обсуждения заявок мы подобный же вопрос задавали коллеге, которая презентовала проект по софт-скиллам, и нам была представлена большая система о том, что вот мы разовьем 15, 20, 30 компетенций, которые трактуются как мягкие навыки, и у нас, естественно, возникает вопрос, а коррелировали ли вы с HR-метриками то, что вы предлагаете развивать в детях, потому что в детях мы это зачем развиваем, чтобы они потом вошли в систему работодателя без особой ломки. И вот ответ на свой вопрос мы уже не получили, потому что нам сказали, ну вот как бы мы все собрали, вот что-то точно должно сработать. Да не сработает, потому что это так же, как после системы Монте-Сори отправить в обычную школу и ожидать, что ребенок легко вольется. То есть здесь вопрос одних и тех же правил игры, поэтому если проект в образовании делается с прогнозом на удовлетворение потребностей бизнеса, нужно будет изначально в обязательном порядке свериться, какие метрики для оценки потенциала или для оценки кандидатов на входе должны также встраиваться в эту систему. Всегда нужно помнить, что любой проект это все-таки деньги. Хоть мы и слышим о том, что денег не надо, помогите, вот как раз на обсуждении проектов ВАСИ было, помогите тем, чтобы о нас все узнали, но тогда это уже инвестиция, хоть и не прямая, но это и репутационная инвестиция в том числе. Когда мы говорим о том, что мы готовы поддержать проект, то мы ожидаем от заявителя, что нам будет представлен достаточно расширенный анализ или, как у нас, мы говорим, бенчмарк по тем или иным вопросам, которые в проекте позиционируются как ключевые, и в обязательном аспекте должен быть финансовый анализ. Что мы говорим про бенчмарк? Очень часто, с чем мы столкнулись уже в последней сессии, когда, опять же, возвращаясь к пресловутым диджитал-навыкам учителей, нам говорят, мы готовы отучить всех по таким-то, таким-то позициям, при том обращаются к представителям разного бизнеса. Не нужно ожидать, что бизнес знает то же самое, что и вы. Это первая точка, и, соответственно, наши вопросы, а как вы себе это представляете, а зачем нужны вот такие скиллы, это нормально. Второе, если мы как бизнес зачастую знаем больше, что происходит в регионе, чем заявители, это была удручающая, к сожалению, ситуация и вывод после той сессии, потому что мы знаем сейчас, что в регионах нашего присутствия развитием цифровых навыков учителей занимаются департаменты информатизации, департаменты образования и науки, департаменты экономического развития, то есть у каждого региона своя абсолютная система делегирования проектов по развитию преподавателей, если конкретно мы берем сферу образования. И, естественно, что когда к нам приходят и говорят, мы дадим вам вау-продукт, направленный на развитие цифровых компетенций учителей, то мы задаем в ответ вопрос, а что вы знаете о системе местного института развития и образования вкупе с проектами департамента цифровизации? Тут нам отвечают, ну, как бы мы не знаем, а вы знаете? Мы говорим, да, мы-то знаем, и знаем на то, что на это выделены региональные и федеральные средства. И, следовательно, в чем будет фишка и отличие вашего проекта от существующего, это уже большой вопрос, который будет определять наше решение по инвестициям. Еще один момент, это когда, вот опять же, текущая система нацпроектов образования в сфере и цифровой школы, и других подотделов, в том числе и развития мастерских, ЦОПов и других институций, она как раз говорит о том, что, опять же, будет выделено финансирование или уже выделяется на оборудование, на обучение преподавателей. Те же самые кванториумы достаточно интересны в своей конфигурации, как правило, адаптируются под потребность регионального бизнеса. Но, между тем, почему-то они очень и очень редко попадают в заявку, как та точка, которую проанализировал заявитель. И когда нам опять же говорят, мы готовы развивать цифровые компетенции учителей слэш детей, нам нужно только раз, два, три позиции, мы точно так же дальше уже педалируем вопрос о том, что, коллеги, вот мы знаем, что там открывается кванториум, у кванториума всегда очень хорошее финансирование и интересная программа. Как вы здесь коррелируете? Нам говорят, ну, кванториум это одно, а вот мы другое. Но поверьте, что если посмотреть по жизнеспособности этих двух продуктов, то кванториум останется жить, наверное, больше, чем отдельная авторская заявка. И в этом случае как бы не нужно брать одеяло на себя, лучше как раз выйти либо в сравнительную характеристику отличительные параметры вашего продукта, либо же как раз выйти на совместные программы, чему кванториум особо не противится, а наоборот любые совместные инициативы, поданные в том числе и для финансирования от бизнеса, они, наоборот, приветствуются и они значительно обогатят, особенно те проекты, которые только-только начинаются в регионах. Что касается, опять же, отдельных локаций, то можно говорить, и когда нам говорят, а давайте вот по сельским школам пройдемся и что-то тоже сделаем. Но между тем мы как раз знаем, что сельские школы зачастую являются первым приоритетом в больших региональных программах. И плюс сейчас есть точки роста, которые как раз подразумевают развитие сельских школ, но почему-то нам приходится при защите проектов нам, бизнесу, выдавать эту информацию на заявителей. Хотя, конечно же, очень хочется разделов заявки, которые будут говорить о том, что да, вы как заявитель знаете очень много, но между тем там вот точно нет вот той изюминки, которая начнется с вашего частного проекта, а потом будет интегрирована в общую практику. Здесь как раз мы как бизнес, который действует в регионах присутствия, можем сказать, что по большей части в первые пилоты мы вкладываемся своими деньгами. Мы даем возможность регионалам учиться у привезенных экспертов, инициировать свои проекты и сопровождаем эти проекты от контента до помощи в вовлечении других экспертов. Но дальше, нарастив уже силу, эти региональные операторы начинают встраиваться в крупные инициативы и таким образом это уже становится очень хорошей региональной практикой без нашего участия, а ориентируется на другого клиента, потому что мы здесь авторское право абсолютно не держим за собой, а наоборот говорим, что чем больше подобных инициатив будет выращиваться, тем лучше. Что касается зарубежных практик, вот это, наверное, одна из тех бед, которые очень сильно хотелось бы через вас решить, потому что зачастую мы получаем заявки, которые так или иначе переформатируют или пытаются трансформировать уже существующий локальный опыт. Когда нам говорят, вот мы знаем, в Москве там есть вот такая-то школа, мы вам привезем подобную же, или мы знаем, что вот это вот было реализовано в Санкт-Петербурге, то есть далеко не ходили, вот мы вам привезем такой же в маленький регион, а нам хочется чуть-чуть пошире. Объясню, почему. Любая компания с достаточно большими амбициями игрока на международном рынке так или иначе ориентируется на профиль компетенции инженера тоже в соответствии с международным стандартом. И зачастую, когда мы работаем даже со студентами, мы пытаемся их вывести вот в эту интернациональную трактовку инженера-технолога и показываем, насколько он огромен, кросс-функционален и, плохое слово, не русское, мультискилен, и что вы должны уметь. И здесь отдельными российскими практиками, насколько бы уникальными они не были, ну не обойтись, ну никак. И нам на самом деле очень не хватает вот того самого международного бенчмарка, мы не говорим про описание финской системы, сингапурской системы и так далее, но там есть действительно хорошие компоненты, которые помогли бы снизить математическую тревожность, вывести на межпредметные связи, дать интересные практические кейсовые занятия в рамках практики по физике, по математике, по химии. То есть отдельные элементы, которые вот у нас, русские учителя, очень грамотно умеют вворачивать в свою практику, но если ее еще и описать и сослаться, то это было бы еще в три раза ценнее, потому что здесь все равно будет срабатывать уникальность опыта и условий, в которых практика будет реализовываться, но это надо. И в первую очередь это значительно потом уже повысит и нашу собственную культуру. И возможно, тогда мы уйдем от ситуации, вот у них там хорошо, у них же там другие условия, и у нас условия тоже сейчас отличные, особенно в плане ресурсов, которые могут из топора каши сварить, а из маленькой практики сделать большой проект. И далее, конечно же, все это хочется услышать на языке экономики. Вот здесь вот зачастую, к сожалению, в сфере образования начинает подхрамывать заявка, потому что нам дают либо общую круглую сумму, как говорится, а потом мы разберемся на что, ведь сейчас же только заявка, потому что проект потом будет какое-то разбираться. Нет, нам хочется сейчас и сразу увидеть, насколько вы адекватно оцениваете эффект от этого блока, от этого блока, от этого блока. У нас было очень много переговоров, когда мы в локации обсуждали с заявителями ситуацию, вот вы хотите ну там x тысяч рублей на то-то-то, кого вы привезете? Ой, ну это мы потом подумаем. Вот мы хотим сейчас узнать, потому что ценообразование на рынке экспертных услуг меняется очень быстро. И эксперты растут в цене, и условия вывоза тоже другие, поэтому эти вещи нужно сразу же проговаривать. Что останется после? Это возвращаясь к предыдущему слайду. Что вы привезете? Методические материалы вы будете поддерживать, это тоже все стоит денег. Если на самом старте это не учесть, то потом возникают очень большие нюансы по сопровождению проекта, потому что начинается не учли одно, второе, третье. Я уже не говорю про СМИ освещения, которое на самом деле съедает огромный объем средств, потому что так или иначе нужно уметь себя продавать, нужно уметь пиарить все то, что делается прекрасным образом. И вот это экономического компонента в заявках зачастую очень и очень мало где проработано. И как будто бы это второй этап, то есть называется сейчас мы выдохнем, потом соберемся силами и представим. Плюс хотелось бы, чтобы в проекте сразу было заложено вот все эти позиции ранее озвученные, что вы проанализировали, как вы дополняете текущую систему, чтобы не получилось, что вы выйдете один в поле воин со своей заявкой, которая может быть прекрасно, великолепно действительно бить адресно, но при этом при отсутствии условий для ее приживаемости, то есть и со стороны региональных органов власти и со стороны инфраструктуры города и региона, эта заявка потом останется только просто красивой точкой в истории образования данной локации. Поэтому здесь, когда мы работали как раз с точки зрения оценки 100 лидеров образования трансформации, тоже задавались одни и те же вопросы, а успели ли вы поговорить с тем, что будет трансформировано на месте, чтобы ваш проект состоялся. И тут был как раз обратный вопрос, а не могли бы вы нам помочь? Ну, наверное, если вы законодатель своего проекта, то лучше как раз вместе с вами выходить на диалог с властью, а мы в этом случае вам просто поможем, как доказывающий правильность данного проекта партнер. Если говорить конкретно про бизнес и образование вот в этой парадигме, мы зачастую сталкиваемся со следующей интересной дискуссией. Нам приходят и говорят, ну вот мы готовы сделать все, вы только скажите что. Скажите свой заказ. Мы заказ говорим сначала в цифрах по людям, потом в поле компетенций, и вроде бы как все равно недостаточно. Тогда мы начинаем тоже задать вопрос образованца, а вы-то что можете? Вот вы как эксперты в своей области, что бы вы могли предложить бизнесу под озвученную тему? И тут он говорит, нет бизнес, давайте мы вам это все предложим, когда вы нам купите все эти самые 20 пресловутых ноутбуков. Мы опять начинаем, нет коллеги, давайте вы нам расскажете как это буква. И вот это перетягивание каната или перепинывание мячика о том, кто кому что должен сказать, оно зачастую идет, ведет потом к отсутствию нормального диалога. и на самом деле нам как бизнес очень бы хотелось видеть в заявках по образованию проактивную позицию, которая будет предполагать, что вы как эксперты знаете, куда движется система и профиля компетенций и используете различные аналитические отсчеты о том, что будет трансформироваться в отраслях, что будет трансформироваться в поколении, как это завязать друг с другом, как учитывать логику тех же ребят поколения Z и альфа в тех форматах обучения, которые предлагаются, потому что бизнесу просто сейчас некогда на это смотреть, но между тем мы будем ключевыми потребителями выпускников школ и университетов, которые придут к нам. И нам очень хочется, чтобы наши условия труда, которые мы пересматриваем с учетом поколений и Z и альфа, были все-таки скоррелированы уже под ту почву, которая в образовании была формирована под условия этих поколений. Мы понимаем и ориентируемся на те же самые отчеты, которые есть сейчас в паблик из экономических форумов, из различных исследований о трансформации профиля компетенции и о доминанте софтовых компетенций в той или иной сфере. Они, как правило, все про одно и то же. И когда сейчас базовая идет картинка как раз по 10 скилам, которые будут важны на рабочем месте, но если перевести в сферу образования, ничего в принципе не меняется. То есть мы понимаем, что здесь и эмоциональный интеллект, и креативность, и критическое мышление, и решение проблем, но когда мы уже обращаемся, насколько у нас учитель соответствует этим же компетенциям, он в себя впитал, насколько это транслируется через урок, тут мы ответа не получаем. И, соответственно, нам приходится дальше уже использовать свои собственные практики, чтобы эти компетенции хотя бы на самом старте, на базовом уровне пытаться развивать у детей, чтобы они дальше соответствовали нашим ожиданиям, потому что развивать у ребят в возрасте третьего-четвертого курса практически ничего не удается, потому что именно отсутствие этих компетенций мешает им проходить отборы, которые проводят компании, и не только компании Сибур, но и компании «Газпром», и «Роснефть», и «Татнефть», потому что трансформируя собственный профиль компетенции, мы начинаем его уже оценивать на уровне студенчества. И потом возникает очень, наверное, некомфортная для ребят ситуация, когда он отличник, он вроде бы везде, но по софтовым компетенциям он не прошел по той причине, что в традиционной системе ему не то чтобы не было объяснено, но не стимулировалось развитие тех индикаторов по поведенческим паттернам, которые важны для компании. И поэтому, когда мы начнем говорить на одном языке хотя бы минимум в одной терминологии, то будет значительно легче. И самое главное, чтобы все-таки образование как сфера подготовки специалистов, опережающей подготовки специалистов, очень хочется, чтобы она была проактивной, нежели в догоняющем формате, в котором мы сейчас периодически наблюдаем. Может быть, там немного обидно прозвучит, но тем не менее для нас, это, наверное, просто такая рефлексия относительно последних проектов, почему мы с Варварой и с Юлей Борисовной Ханжиной решили все-таки потихонечку открывать вот эти рефлективные точки, потому что очень хочется, чтобы мы с вами в конечном итоге вышли на единый консенсус, и у нас получилась бы интересная практика. Если, по-первых, иногда кажется, что это, наверное, что-то из разряда невозможного, то можем сказать, что когда мы начинаем работать с зарубежными партнерами, и в частности сейчас по некоторым локациям разрабатываем программу химинжиниринг совместно с международными вузами, вот мы видим там именно такой подход людей из сферы профессионального образования. Когда к нам приходят, слышат, что мы хотим, и начинают предлагать и предлагать. спикеров, руководителей проектов, форматы проектной деятельности, кейсы компаний, которые нам могут помочь для того, чтобы сотрудников или студентов вывести на положительный эффективный результат. Вот такого диалога на опережение мы в России, к сожалению, не всегда видим, слышим, понимаем прекрасно эти факторы, но очень хочется все-таки, чтобы, возможно, совместно через ряд диалоговых встреч мы потом бы вышли уже к такому же результату, когда образование предлагает бизнес в формате решения и еще тех проблем, которые бизнес, возможно, у себя не увидел. Ну и, соответственно, если, опять же, проговаривать, к чему хотелось бы сегодня прийти, это про то, что если предлагать проект бизнесу, то фактически вы предлагаете бизнес-то бизнес. И для нас это инвестиция, которая не в формате благотворительного отдал и забыл, а это работающий инвест-проект, который нам даст уже дивиденд в виде человекоресурсов. Человекоресурсов, которые обеспечат задачи региона и задачи бизнеса в конкретный год, в плановой экономике и при учете всех других факторов, которые в этот регион инвестируются. И здесь, хоть и идет стат на английском и пусть из американской системы, но он достаточно хорошо отражает, наверное, ключевое, что если мы что-то начинаем делать в классе, в школе, то фактически это то самое начало, с которым на выходе, в результате будет с нами работать будущий наш политический деятель или государство. Но, тем не менее, очень хочется как раз через такой пока что монолог, возможно, дальше будет диалог, вывести вас на равный партнерский майнсет по наполнению заявок в сфере образования. Теперь я готова на вопрос, потому что знаю, что у нас ограниченное время по использованию данной локации. Java, Таветисен, компания мультимедиа и технологии. Вы сказали, 20 компьютеров неактуальны, согласен полностью, это очень правильно. Нет контента образовательного. Более того, нет концепции этого контента. Вот вы говорили проактивная позиция. Ведь сегодняшний контент, который есть, во-первых, он начинает работать уже в глобальном веб, например, школьное образование, это Хан Академия, не знаю, там компьютерный глам, съела Линда Ком, компьютерная грамотность, иностранные языки, 32 языка, съела компания Розетта Стоун, и это, безусловно, то есть проактивность, во-первых, надо позиционировать как выход на глобальный веб, на глобальный веб со своим продуктом, причем это тот продукт, который мы абсолютно конкурентоспособны, единственным может быть, такие истории, наверное, мы не можем производить на своей оборудовании, но завтра мы можем выдать современный контент, причем это должно быть в 3D обязательно, с искусственным интеллектом, с прокторингом, с интерактивными функциями, и если вот это все переложить на пока общее образование, пока за скобки я выбираю корпоративные, региональные, вот, если школьное образование, в каких регионах вы говорите, то есть это же образование должно быть на всю Россию, и это если сделать, найти где-то в Тамбове, не знаю, вы сказали, Тучумен, или забыл уж где-то, хорошего преподавателя, физик, пусть он станет экспертом по созданию курса, его окружит тремя-четырьмя дизайнерами, видеодизайнером, чтобы он сделал хороший курс по физике, и этот курс станет основой, чтобы все школы учились, и учителя вместе с этим курсом в онлайне могли нам вместе обучать по этому учебнику, как в свое время советское образование стало лучшим, потому что у нас были лучшие учебники, и они были доступны в любой деревне, да, вот это как называется, забыл, библиотека, там, забыл, как это называется, образование хата, не помню, как, то есть, если это были доступны, никаких 20 компьютеров и не надо, у каждого сегодня есть смартфон, где смогут, тут же приобретут эти жалкие 10 компьютеров или ноутбуков, планшетов за 6 тысяч рублей, это всегда найдут, на это деньги, вопрос, нет контента и его не создается, вот, и вот главный мой как бы вопрос, зачем его делать региональным, если это надо делать, безусловно, сразу глобальным для России и даже глобальным для всего мира, спасибо. спасибо за вопрос, согласно полностью по контенту, потому что действительно мы очень часто имеем уже equipment достаточный в том или ином регионе, почему проговорю про регион, объясню уже позже, и с одной стороны, та модель, про которую вы проговорили, она действительно рабочая, то есть, нужен светлый ум, который очень быстро переведет свою задачу вместе с дизайнерами рядом в необходимый контент, но почему все-таки говорим про регион, когда, если говорить это как федеральную инициативу, зачастую возникает очень много дополнительных условий и факторов, которые требуют регламентации, экспертизы, контента, масштабного быстро в России, к сожалению, не сделать, потому что если вы захотите курс физики дальше транслировать по всем регионам Российской Федерации, то необходимо будет пройти очень большую экспертизу и содержание продукта, и верификации контента, и дополнительных аккредитационных соответствующих лицензий. Когда мы говорим про регион, то мы здесь можем начинать с малой темы. Здесь мы можем говорить сначала все-таки о тех быстрых результатах, которые покажут эффективность этого метода. Затем постепенно, пока метод наращивает или данный маленький даже продукт от учителя показывает свой плюс в том же ЕГЭ, либо в проектной деятельности, либо еще в чем-то, его легче тиражировать, потому что тогда уже вступают те правила игры, которые устанавливают и оси по тиражу региональных практик образования, и другие организации, которые говорят на большей части уже экспертов о том, что коллеги, вот у Тюменской области получилось, у Курганской области получилось, у еще одной области, они могут идти в разных моделях реализации, потому что регион и команды губернатора иногда по-разному ищут на самом деле те инструменты, которые помогают этой заявке встать, поэтому вот мы сейчас выяснили, что все-таки начиная, например, той же Тюменской области с маленького и давая возможность малым командам и группам реализовать, мы сейчас смогли какие-то практики завести в Амурскую область, возможно, по всей России они не сработают, там есть уже регулярные практики, которые помогают, но вот наверное с точки зрения нас как бизнеса заходить сразу же на много чего более рисково, нежели попробовать решить конкретную задачу в малом городе, то есть как повестка на федеральном уровне ваша позиция имеет значение, но если смотреть с точки зрения бизнеса, то мы все-таки убиваем несколько зайцев, когда работаем в маленьком городе и позволяем уже решить конкретные задачи, которые дальше уже могут эти практики выйти на федеральный уровень. Я дополню, с точки зрения агентства, нам интересно именно, естественно, практики и проекты, которые прошли пилотную апробацию, то есть мы в принципе с ними только работаем, и поэтому кейсы, практик, которые хотя бы в одном регионе сработали, по которым есть коробочные решения, это прецеденты для нас для того, чтобы с этими практиками дальше работать с точки зрения потребности регионов по их тиражированию, но, естественно, мы работаем с разного типа проектами, в том числе теми, которые уже на федеральном уровне готовы заходить на глобальную перспективу и так далее. Но опять же, здесь, наверное, не хватает очень часто обоснованности, потому что, когда есть большая амбиция выйти на федеральный уровень, то возникает очень много но о том, что вот в этом регионе есть уже своя самобытная система, вот здесь вот такие-то, то есть тратить дополнительно деньги на дублирующие активности просто иногда нет смысла. Понимаете, в каких откровочных если речь идет об онлайн образовании, а о другом и не может идти речь, правильно ведь? То что за регион ни при чем? Если у меня есть продукт в интернете в облаках, значит он есть в любой точке автоматом. При чем регион? Не везде автоматом он есть, то есть есть очень много как раз платформ, которые вот я, например, по Тюменской области могу сказать, что мы с компанией Фоксфорд разрабатывали специальную систему повышения квалификации учителей конкретного города, потому что понимали, что то решение, которое у них есть для работы любому пользователю, вот оно почему-то не сработало. А это повышение квалификации для других, не Тюмени не пройдет? Подождите, здесь вопрос был в том, что мы с ними проработали систему диагностики, определение, быстрой реакции, они быстро смогли подготовить те задания, которые смогли высадить уже дальше на свою платформу, и это решение дальше прошло уже, но мы поняли о том, что универсальная система, также как бакалавриат, она на всю страну не каждому подходит. Между тем, когда ты начинаешь работать в маленькой степени, вырабатываешь модель, понимаешь четко, сколько тебе нужно по ресурсам под конкретную задачу, другие регионы стали заказывать, и уже тогда формируется методическая копилка. Если у вас западает группа заданий по Б, по такому-то предмету, вот из блока Тюменской области есть уже решение и так далее. То есть здесь разные конфигурации могут быть, но региональные практики, они зачастую помогают посмотреть точечные решения, которые дальше возможно понадобятся и другим. Я как раз вот из школы, Московская международная школа, Устинов Вадим Юрьевич, хочу сказать, что я попал сюда, ну, довольно случайно, и радостно удивлен, что есть такие проекты, и, в общем-то, компания и государство занимается школой. На самом деле я вот прямо из школы, да, информация такая, то есть в школе о вас не знают. И вот просто мне пришло на почту просто сообщение, что вот, лидер айди, там такие-то проекты, я просто было там пять секунд, я пролистал, осмотрю образование, дай-ка я приеду, посмотрю, что это такое, и действительно, ну, вообще уроки я там перекинул на другого человека, слава богу, он согласился, и вот я здесь, и, в общем-то, здорово. Значит, хочу конкретики, да, у нас школа Московская международная школа, и мы сейчас там создаем технопарк, как раз, и как раз ищем, ну, в принципе, мы будем и сами развиваться, то есть, это не вопрос каких-то там, да, какой-то помощи и что-то там такое, вот, я к тому, что я хотел бы, наверное, с вами как-то более конкретно сотрудничать по поводу реализации каких-то проектов, да, поиск проектов и чем заняться, чем занять детей и какие разработки им вести, это большой вопрос в школе, то есть, мы не знаем, что, действительно, вы говорили, что нет мониторинга, его нет по разным причинам, в основном, по причине того, что, а кто это будет делать, учителя, у них загрузка неимоверная, какой-то административный персонал, там, знаете, сейчас идет укрепление школ, и административный персонал тоже задействован там на 200%, то есть, мониторить фактически некому, мониторят, ну, энтузиасты, так скажем, да, вот, так что мы были бы тоже заинтересованы, если бы вы нам давали тему, как вы говорили, что вы даете, обещаю, что никакого отфутболивания и перепихивания мячей не будет, то есть, я, в принципе, я вот руководитель технопарка, ну, пока он создается, да, мы сейчас купили единственный пока агрегат, так скажем, ну, правда, такой, я так понял, что он уникальный для Москвы даже и, может быть, даже несколько для России, это лазерный станок, там, ну, не буду я в технические подробности удаваться, вот, и будем пока вокруг него строить систему, то есть, мы пока исходим из чего? Естественно, WorldSkills, да, то есть, школы наши озадачены, рейтинг там и все такое, мы пляшем от компетенций WorldSkills, поскольку я сам инженер по образованию и, в принципе, я только третий год как бы учительствую, поэтому я с инженерной точки на это все смотрю, даже не с учительской, поэтому мне вот проще инженерные какие-то брать компетенции, понятно, что мы лазерные технологии, прототипирование, там, инженерный дизайн, кат и все, все, все вот это вот, будем вне зависимости от каких-то там внешних воздействий и внутренних, все равно мы их будем продвигать. Я так понял, что у вас больше химическая какая-то направленность, ну, инженеры-химики, да, у нас, в принципе, есть классы химические, есть инженерные, есть там, ну, сейчас, знаете, идет вот старшая школа, там, разделение по направлениям, есть химический класс, его можно задействовать прямо конкретно по нефти, вот газ какой-то там, что-то, какие-то там проекты, есть, сейчас вот, есть идея создать, ну, и он будет создаваться медицинский класс, то есть, вот такая, и вообще, наша школа, вот наш корпус, где технопарк, то есть, ну, это школа, то есть, это была отдельная школа, сейчас все это объединили в один такой, не знаю, учебный как, ну, холдинг, не холдинг, в общем, центр, да, и школа, она будет под старшую школу, и, соответственно, там, с девятого класса по одиннадцатый, там будут дети проекты вести, сейчас, знаете, есть индивидуальный проект с десятого класса, вот, я веду тоже у класса индивидуальный проект, и у них тоже вопросы, что им делать, вот, естественно, насколько мы понимаем какие-то потребности, и что нам интересно, то, естественно, мы детей ориентируем, ну, закругляясь, да, я к тому, что давайте теснее как-то взаимодействовать, вот, хорошо, что я здесь, и вы здесь, и мы наконец встретимся. Я, наверное, по частям попробую ответить на ваш вопрос, почему о нас у вас не знают, это понятно, потому что наша целевая аудитория, как компания Сибур, это все-таки регионы, у нас все заводы и крупные активы находятся в регионах, не только компания вообще. Да, да, и, соответственно, когда мы реализуем определенную политику и поддерживаем проекты по образованию, то мы, конечно же, фокусируемся на этих регионах. У нас есть корпоративная программа благотворительная формула хороших дел, она, как правило, как раз направлена на проекты в сфере образования или волонтерские проекты, там очень много вы можете в Яндексе вбить и увидите, но в сфере образования для нас важно, чтобы это было развитие лучших практик обязательно в регионах присутствия. Соответственно, может быть, поэтому, опять же, мы не всегда интересны московским образовательным учреждениям, потому что, ну, любое учреждение, естественно, хочет развивать собственную платформу и собственную целевую аудиторию. Естественно, что мы как раз за проекты, когда через коллег, у кого экспертиза в Москве хороша, мы развиваем экспертизу через трансфер знаний и технологий уже в регионы, либо вытаскивая оттуда уже из регионов талантливых учителей, детей и так далее, и обучая здесь. Что касается технопарка, тоже давайте уйдем от иллюзии, что все задачи, которые сформулирует бизнес, дети и учителя могут решить, да? Да, но это не конкретно там ваш, наверное, адрес, а вот мы просто регулярно слышим, дайте нам проекты, дети сделают все. Следующим вопросом звучит, дайте нам эксперта, который расскажет детям, что от них нужно. Потом звучит, а теперь дайте нам наставника, который детям поможет сделать то, что вы от них хотели на старте. Дайте нам детей. Да, детей, еще деньги, да, и лучше все остальное. И получается, что так или иначе, мы понимаем, что среди учителей тоже очень сложно отвлечься на индивидуальные проекты при большом количестве детей и показателей, но и также наставники наши, это люди, которые задействованы в операционном деятельности. Естественно, их отвлечение, это тоже и дорогого стоит для человека, и плюс не каждый эксперт на производстве адекватно может быть педагогом-наставником, потому что для этого тоже нужны компетенции. Поэтому мы уже отдельно вне данной дискуссии можем с вами поговорить, как мы работаем с формулировками для детских проектов, потому что у нас есть проект класса Сибур, он в 2017 году был инициирован, там обязательное условие для 10 класса – реализация индивидуального либо проекта в мини-группе не более трех человек. И в этом случае мы выходили как раз не с позиции, компания хочет и дальше перечень безразмерный. Мы как раз ориентировались на то, чтобы дети сами сформулировали в контексте региональной повестки проекты, за которые они готовы браться. И первая наша с ними обязательная сессия проектная была вот именно с формулировки образа результата. То есть, что ему, как ребенку, не хватает вот в этом во всем, зная фокусы развития компании, ну, поскольку класс все равно корпоративный, как это будет коррелировать с нашими фокусами развития, с нашей политикой, например, там актуальной по экологии. И дальше уже дети говорили о том, что, слушайте, вот вы знаете, вот если я вот этим займусь, ну, давай, ну, только давай вместе проговорим, что ты хочешь на выходе и что тебе для этого не хватает. И отсюда уже дальше подыскивался наставник. Не с позиции за наставником три ребенка, которые потом прикреплены к темам наставника, а не наставник детям. И если у нас на первом году были, естественно, проекты самые разные от популярных гроу-боксов, но с разными вариациями, которые дети очень любят, потому что это очень яркая система, когда на старте зернышко там с гроу-боксом вот настолько-то выросло, да, без гроу-бокса столько-то, то и был там один проект по экструзионному пластометру, когда девочка из инженерной среды сказала, ну, надоело, потому что мама все время говорит, что у них там что-то ломается, что неужели нельзя сделать, что-то что-то не ломается. Ну, возьми и сделай. И сейчас уже дети больше перешли в контекст переработки пластика, переработки пластика и его интеграции в бытовые проекты, например, укладка плитки около школы, вездесущие тропинки по территории школы, которые постоянно почему-то либо вымываются плиткой, либо еще что-то. И вот как раз дети предложили такой проект, когда они возьмут на определенном пределе пластика материал, да, и попробуют его, как говорится, в домашних условиях, без системы закупа плитки, да, уже попробовать. Естественно, что там очень много факторов, о которых мы предупреждаем, но детям это интересно. И вот такой пул проектов мы можем с вами тоже сесть посмотреть и, естественно, посмотреть, кто дальнейшим будет клиентом. Еще один момент, это все-таки на что вы будете ориентировать детей. Есть проект ради проекта, и есть проект, который синхронизирован с KPI школы. В частности, если мы говорим про шаг в будущее, либо другие конкурсы, насколько этот проект, да, поможет, естественно, ребенку выйти на подобную ступень уже дальнейшей жизни вне школы, но с этим же проектом. И третья история – это коллаборация с другими технопарками. Совсем недавно в том же Мира открылся очень интересный технопарк. Мы с руководителем смотрели, и вот для меня этот технопарк интересен не только с позиции, что туда могут заходить дети и обучаться по тем компетенциям, которые недостаточно, например, в том или ином учреждения дополнительного образования. Но то, что там есть практики, которых мы могли бы, ну, мы как компания для своих детей в Тобольске, привлекать на уровень уже практической апробации гипотезы. То есть, если у меня ребенок делает в Тобольске вот этот проект по переработке пластика в плитку, то чтобы все физхим-свойства продукта итогового, да, можно было бы уже на суперхорошем оборудовании технопарка Мира посмотреть вместе с химиком из университета. Это тоже вот эти сетевые программы, когда вы начинаете здесь, а потом уже находите эксперты и таким образом делаете объединенный сетевой проект, они могут быть очень интересны и полезны. И здесь уже и вне зависимости от компании вы можете выходить на партнеров, я думаю, что все поддержат, потому что гонка за интересным проектом, она у всех одинаковая, и естественно, что лучше пусть 3-4 институции в этом участвуют, но зато будет хороший проект достойным. Поэтому, да, готова поговорить и поделиться опытом. Спасибо, добрый день, Гази Ваина, Аранхикс, президентская академия. Когда речь идет про регионы, я не могу не отреагировать, потому что у нас крупнейший вуз в России за счет того, что мы имеем 56 филиалов по всей стране, от Калининграда, Хабаровска. Вот в этой связи такой точечный вопрос. Все-таки речь идет о поддержке проекта только в регионах присутствия Сибура или все-таки шире, потому что как раз вот мое подразделение, я занимаюсь формированием проектных компетенций в рамках одного проекта среди преподавателей наших, всей филиальной сети. И с другой стороны, это другой проект, который мы сейчас пытаемся завести повторно на поддержку ОСИ, акселератор социальных инициатив РЕИС, уже формирование проектных компетенций, ну, правда, в сфере социального предпринимательства, на примере социального предпринимательства у студентов нашей филиальной сети и у студентов других вузов. Соответственно, когда мы говорим про поддержку каких-то проектов студенческих, идет ли речь только о регионах присутствия Сибура? И второе, мы сейчас много слышали про поддержку проектов именно школьных, какова практика поддержки вузовских проектов? Значит, в первую очередь для нас, как для бизнеса, интересны регионы присутствия компании, потому что решается несколько задач, в том числе и вопрос удовлетворенности сотрудников компании, особенно те, кто переезжает из региона в регион на крупные проекты, уровнем образования в том или ином городе, потому что это зачастую определяет, приедет эксперт или не приедет. Что касается поддержки вузовских проектов, здесь тоже надо понимать, вуз делает проект с направлением на школу, да, поддерживаем, если это школа, опять же, в регионе присутствия компании, либо проект направлен на идентификацию талантливых, мотивированных ребят, ориентированных на инженерную профессию, и вуз готовит потом по инженерным профессиям, потому что мы готовы помогать и в основном стимулируем проекты, когда через университет хватаем таких детей и потом позволяем обратно им вернуться уже с нужной экспертизой. Есть серия программ для волонтеров, и это тоже открытый конкурс для студенчества. Если мы говорим про инженерные проекты, то, как правило, они интегрированы в программу корпоративной подготовки с третьего года обучения в вузе. Поэтому, ну вот, как бы, в зависимости от того, какой направленности проект. И если говорить про проекты студентов в инженерной сфере, то здесь тоже можно в каких-то регионах обняться и заплакать, потому что вот этого видения технологического, а как эту работа, и это у других, и как я модифицирую через свою ВКР что-то, его пока тоже нет. Потому что, так или иначе, есть, к сожалению, стереотип в системе образования, что выпускная квалификационная работа бакалавра – это полуреферат, да? Мы не говорим о том, что там плохо или хорошо, мы уходим от оценочного суждения, мы говорим о том, что это работа, это все равно исследовательская работа с практическим выхлопом, она должна быть проведена, соответственно, по нужному алгоритму. И проектные компетенции у студентов нам действительно очень важны, потому что у любого бизнеса ожидание от молодежи, приходящей, это как ожидание свежего взгляда на то, что существует. Если тем более мы понимаем, что текущие поколения, они действительно отличаются совершенно другим подходом к решению проблем, они полны как раз вроде бы нестандартных идей к решению проблем, и у них совершенно другой кругозор и компетенции, то есть это такой своеобразный зачаток T-Shaped People, то почему не получается? Почему они приходят, и у них совершенно другой обратный эффект? Вот как раз через проекты на уровне университетов в рамках целевых программ подготовок мы пытаемся этот вопрос для себя порешать, но сталкиваемся с тем, что проектные компетенции у детей не очень развиты, а если мы говорим про педагогов, то, как правило, педагог точечно работает с конкретным мотивированным студентом, и сказать, что это широкая практика, и у всех срабатывало, как у собаки Павлова, рефлекс на проект, этого нет. Но это интересно. Александра Кнускина, эксперт Академии. Мы занимаемся международными, сейчас скажу, обменными разными программами для студентов, для школьников, для предпринимателей, для молодежи. Вот насколько в этом направлении могло бы быть сотрудничество интересной и полезной компании? Вот, наверное, в чистом виде программы обмена, наверное, скорее всего, нет. Программы обмена с интернершип, с возможностью практики на отраслевых предприятиях. Да, именно это. То есть мы делаем визиты, связанные с посещением там вузов, колледжей, соответственно, научных парков, технопарков, компаний в соответствующих разных регионах. Здесь, наверное, давайте переведем в область. Любой выезд, любая стажировка должна закончиться набором новых компетенций, новых навыков. И если это брать чистую программу обмена, то она не будет сильно полезна. То есть это будет хороший бонус-мотиватор для школьника и для студента, но с точки зрения выхлопа в общий профиль компетенций, наверное, не очень. Если у вас есть практика, когда вы можете договориться с предприятием за рубежом о том, чтобы они посвятили свое время наставников и дали бы нам что-то, чего нет в России, то, конечно же, это будет интересно. Именно в инженерном аспекте вы имеете в виду? Да, в инженерном аспекте. И то же самое, это транслируется как на школьников, так и на студентов, потому что практики работы со школьниками за рубежом, они тоже отличаются, и тоже можно посмотреть, но это уже тогда в отдельном разговоре. Да, буду рада пообщаться. Спасибо. Коллеги, тогда мы, в принципе, заканчиваем, как я понимаю. Спасибо большое, Юля. Да, спасибо большое, коллеги. Спасибо. 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 Спасибо.